Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Давайте прочтем 23 и 24 стих вместе. Готовы? Читаем. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа, верен призывающий вас, который сотворит сие». Мы об этом факте говорили снова, снова и снова, и будем продолжать это делать, пока он не станет вашей второй природой. Человек — трехчастное, трехсоставное существо. Человек есть дух, но есть дух. Его дух владеет душой, и он, его дух, живет в физическом теле. Я это говорю таким образом, потому что хочу, чтобы вы становились все более чувствительны к тому факту, что вы — духовное существо. Вы — духовное существо, вы владеете душой и живете в физическом теле. Вы не тело. Тело — это не вы. Ясно? Тело — это дом, в котором вы живете. У вас есть душа, разум, воля, эмоции. У вас есть совесть, но это все не вы. Вы — духовное существо. Вы владеете душой, ваш дух, ваш дух. Вы — духовное существо. Вы — не тело, вы — дух. Вот поэтому после того, как человек уходит из жизни, мы все еще можем видеть его тело. Понятно? Это доказывает данный факт. Приходя на похороны, вы говорите, вот тот человек. Нет, это не он. Это дом, в котором он раньше жил и который нам поручено похоронить. А человек ушел. Выйти из тела. Библия говорит об этом. Выйти из тела — значит, если вы рождены свыше, значит, вы будете у Господа. А если вы не спасены, то, выйдя из тела, вы попадаете в ад. Вот так это происходит. Вы не прекращаете своего существования. Никакого чистилища нет, поэтому за мертвых мы не молимся. Этот мир, наша раздевалка, если вы не уладите все вопросы здесь, не примите правильных решений здесь, то там нет никакой раздевалки, нет никакого чистилища. Когда вы выйдете из тела, в Библии много примеров о том, когда человек выходил из тела и попадал либо на небеса к Господу, или живат. Вот что происходит. Ваш дух никогда не перестанет существовать. Он будет существовать вечно, потому что вы частица. Вы частица Бога. Люди не могут создать дух. Они не могут создать даже кровь. Все это создано Богом. Вы понимаете, о чем я говорю? Люди пытались создать кровь, но не смогли. Она создана Богом. Хорошо. Итак, вы духовное существо. «У вас есть душа, и вы живете в теле». Я есть дух. Я обладаю душой, и я живу в теле. В Евангелии от Иоанна говорится, «Бог есть дух». В расширенном переводе сказано, «Бог есть духовное существо». И в книге Бытия, 2 главе, 7 стихе, показано, как Бог вложил свое дыхание в кусок плоти. Он создал тело из праха земного, вдохнул или вложил свой дух в ноздри человека, и человек стал живой душой, потому что Бог вложил в человека частицу себя. Вечная жизнь внутри человека. Вечная жизнь на небесах. Но те, кто попадает в ад, тоже будут там вечно. Единственное, что произойдет, когда вы покинете тело, у вас будет новый адрес. Смотрите, чтобы это был 777, небесный бульвар, а не 666, адский переулок. У вас есть возможность принять решение сегодня. Но скажите еще раз. «Я есть дух. Я обладаю душой, и я живу в теле. Я не тело. Мое тело не я. Я — духовное существо, созданное по образу и подобию Божьему. Аминь». И мы сказали, что вы не можете контактировать со своим духом через свои эмоции или через свое физическое тело. Единственное, как вы можете контактировать со своим духом — через Слово Божье. Вам необходимо Слово. Без Слова Божьего вы даже не будете знать, что вы — духовное существо. Я имею в виду, что до того, как вы родились свыше и стали пребывать в Слове, вы считали, что вы — это душа и тело. Вы понятия не имели о том, что вы — трехчастное духовное существо. Но Слово Божье стало для вас зеркалом, и когда мы смотрим в Слово Божье, подобно тому, как мы глядим в физическое зеркало, видим свое физическое, природное лицо, когда вы смотрите в Слово Божье, вы видите свой дух, и Слово скажет вам все то, что без него вы воспринять не можете. Свой дух вы не можете увидеть, вы не можете его коснуться, вы не можете его воспринять без Слова Божьего. И вот что произошло. А однажды вы были рождены свыше, и вот что, по словам Библии, происходит после рождения свыше. Древнее прошло, теперь все новое. После рождения свыше вы становитесь новым существом, новым творением во Христе. В другой версии говорится, что вы были сделаны новым видом существа, которого раньше никогда не существовало. Так что опыт рождения свыше, нового рождения, это новое рождение или возрождение вашего духовного человека. Ваш духовный человек был инфицирован в Эдемском саду. Адам и Ева послушали слов врага, и дух человека в каком-то смысле умер, то есть он был отделен от Бога. Когда вы были рождены свыше, новое рождение, это возрождение вашего рожденного свыше духа. Часть вас, которая была спасена или рождена свыше, это ваш духовный человек. Ваша душа все еще нуждается в обновлении. Ваше тело все еще нуждается в обновлении. Иначе говоря, ваш дух был выкуплен и искуплен. Ваша душа была выкуплена, но она еще не искуплена. Ваше тело было выкуплено, но оно еще не искуплено. Так что каждый раз, когда в слове говорится о процессе рождения свыше, в 36 главе книги Иезекииля сказано, «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам». Часть вас, которая была изменена, часть вас, которая была рождена свыше, часть вас, которая есть новое творение, это ваш дух. Давайте я вам что-то скажу о духе. Библия называет ваше рождение свыше ручной работой Бога. Бог называет нас произведением искусства. Бог возродил ваш человеческий дух и дал вам рождение свыше, и Ему это угодно. Он воспринял. Эта часть вас совершенно. Одна треть вас уже безупречна. Она совершенно. Она подобна Богу. В послании к Ефесианам 1.13 сказано, что после того, как вы уверовали, после того, как приняли Евангелие спасения, вы были запечатлены обетованным Духом Святым. Что значит, после вашего рождения свыше, благость Божья. Смотрите, что произошло в вас. Когда вы приняли рождение свыше, Дух Святой соединился с вашим Духом и стал с Ним одним целым. Первое послание к Коринфянам 6.19. Дух Святой соединился с вашим Духом и стал с Ним одним целым. Понятно? Теперь поразмышляйте вот о чем. Дух Святой соединился с вашим Духом и стал одним целым с Ним. Все, что свойственно Духу Святому, свойственно и вам, потому что вы одно с Ним. В послании к Римлянам 5.5 говорится о том, как любовь Божья излилась в ваше сердце Духом Святым. В послании к Ефесинам 3.16 сказано о том, как Дух Святой высвободил в вас Дух Могущества, то есть способность действовать и достигать успехов. В послании Петра говорится, что вам было дано все необходимое для жизни и благочестия, так что все необходимое для жизни и благочестия было вложено в вас. Исцеление было вложено в вас. Иисус сказал, я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком, так что изобилие было вложено в вас. Жизнь, Зоя, была вложена в вас. В первой главе послания к Ефесинам, кажется, в 19 стихе, сказано, что та самая неизмеримая, неограниченная сила, воскресившая Иисуса из мертвых, была вложена в вас. В первом послании Иоанна 4.17 говорится, «Как Иисус, так и мы в этом мире». Братья и сестры, это мощно. Поскольку вы рождены свыше, вы обладаете всем тем, чем обладает внутри себя Бог. Бог высвободил все это внутри вас. Это мощно. Все, что есть у Иисуса, было высвобождено внутри вас. Это мощно. Я знаю, что вы засомневались, когда я сказал, «Все, что есть у Бога, вложено в вас». Мы говорим о Боге как о всемогущем, правильно? Разве мы не говорим о Нем как о всемогущем Боге? Могущество — это способность действовать. В послании к Ефесианам 3 главе 16 стихе сказано, что Дух Святой высвободил это могущество в вас. У вас есть способность действовать и достигать успеха. В Ветхом Завете могущество не было в людях, поэтому оно сходило на них. Например, в Библии говорится, что Дух Божий могущественно сошел на Илью. Он бежал до входа в Израиль и обогнал колесницы. Но могущество не сходит на нас, как на тех людей. Оно сходило и затем покидало их. Также важно, чтобы мы в эти последние времена могли отличить Ветхозаветную истину от Новозаветной. Тогда люди не были рождены свыше, и их дух не мог быть возрожден. Внутри них не было силы. Могущество Божье сходило на Илью. Могущество Божье сходило на пророков, но сейчас оно находится внутри вас. Оно навечно пребывает в вас. И то могущество, что было на Самсоне, на нем было могущество Божье. Сейчас это могущество в вас. Могущество Божье было на Елисеи. Оно внутри вас. В Ветхом Завете вы читаете о разных могущественных делах, а я говорю вам, что способность делать их была вложена в вас. Братья и сестры, это мощно, это радикальная истина, что каждое могущественное дело, о котором вы читаете в Библии, способность сделать его вложена в вас. Оно пребывает в вас. Вы можете пойти и провести 40 часов в молитве, но могущество уже сейчас в вас. Кто-то скажет, но я не заслужил его. Я о том и говорю. Оно в вас, по благодати. Заметьте, даже если вы прожили сто лет, вы не смогли бы заработать или заслужить ни одного дара Божьего. По благодати, через веру, вы были спасены. Это дар Божий, и никто не может хвалиться. Это все равно, как если бы я сказал, что у вас в банке депозит на 5 триллионов долларов. У вас он есть. Я помню, когда я был ребенком, моя бабушка сделала депозит в банке. Он был предназначен для того, чтобы скопить денег на мое образование. Мы потеряли банковскую книжку, и мы как бы... Не знаю точно, в чем была причина. Я думаю, бабушка просто ушла домой к Господу. Но я не знал, в каком банке этот депозит. Я только знал, что там есть деньги. Я закончил школу, и мы все равно думали, «А где же эти деньги?» Всем понятно, о чем я говорю? Я говорю вам, что прямо сейчас, на вашем депозите, есть сверхъестественная способность. Но если вы не знаете о депозите, если вы не знаете номер счета, в конце концов, книжку мы нашли. Можете расслабиться. Там было всего лишь 5 долларов. Расслабьтесь. Пастор, я могу вам помочь найти деньги? Там было всего лишь 5 долларов. Кажется, я оставил их в банку. Ну, не знаю, деньги остались в банке. Может, сейчас там 20 или 30 долларов. Хорошо, но теперь послушайте, что я говорю. Но у нас все равно не было номера счета. В вас уже вложены ответы на все молитвы. У некоторых из вас финансовые проблемы, но вы даже не знаете, что в вас вложен потенциал миллионера. Вы больны, но сила исцеления пребывает в вас каждый день. Вы несчастливы, а радость от Господа вложена в вас. Вы одиноки и ищите правильного человека, а в вас есть навигационная система, которая привлечет к вам правильного человека и переведет вас к нему. Но вы продолжаете довольствоваться своей человеческой стороной и игнорировать благодать, которая была дана вам в изобилии. Как в конце всего вы предстанете перед всемогущим Богом, и что вы скажете Ему? Что, по-вашему, вы вообще сможете сказать? Господь, я старался, но ты ни разу не ответил мне. Как вы такое скажете Богу, когда Он сказал, «Ты знал, где я был все это время. Я был на Своем престоле». А Иисус сидел по правую руку от меня. Это говорит мне о том, что они пребывают в покое, они воссели на престоле, они уже все сделали. А вы пытаетесь побудить их к действию. Мы даже так говорим в церкви. «О, Бог двигался сегодня». Нет. Не двигался, послушайте. Он не двигался с момента вашего спасения. Поймите, что я говорю. Он уже дал вам все, что вам необходимо. Давайте я объясню вам с родительской точки зрения. Вы воспитывали детей, обучали, вразумляли, наставляли на путь истины. Вы дали им все необходимое для жизни. В жизни каждого родителя наступает момент, когда он говорит детям, «Я уже все сделал». Я тебя люблю, но я уже все сделал для тебя. «О, папа, у меня бензин кончился». Вы помните проповедь? 83-го года, когда мы говорили о работе. «Я все сделал». Это Бог. Он говорит, «Все, о чем ты меня просил, сделано». «Все, о чем ты молишься, уже сделано». Каждая просьба. Это значит, что молиться больше не надо. Нет, 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 я этого не сказал. Бог говорит, что «Все уже дал вам». Что сказано в первой главе послания к Ефесиным? «Я дал вам». Что? «Дал вам всякое что?» «Духовное благословение на небесах». Во втором послании Петра говорится, что Бог дал нам все необходимое для жизни и благочестия. И тем не менее, после того, как Бог это сказал, христиане продолжают просить Его. Что если бы ваш ребенок подошел к вам и сказал, «О, папа, у меня кончился бензин». А вы отвечаете ему, «Я уже залил бак». «Папа, у меня бензин кончился». Вы скажете, «Что с тобой? Я же сказал, что залил бак». Если он повторит то же самое и в третий раз, вам уже не надо будет следить за своими словами, потому что вы можете сказать, «Ты что, сумасшедший? Я же сказал тебе, что уже залил бак». Так же и Бог смотрит на нас каждый раз, когда мы игнорируем Его слова о том, что Он уже все сделал. «Господь, исцели меня!» Он со мной говорит? Вы уже исцелены. Вот в чем проблема. Вы не знаете, как извлекать дар, чтобы он проявлялся в видимой сфере. И вы могли его ощутить. Вы не понимаете, как это сделать, потому что он в духовной сфере, а контактов между духовной сферой и физической нет. Никаких. Вы не можете контактировать с духовным в физической сфере. И вот, чему я хочу научить вас. Я покажу вам, как забрасывать удочку в невидимую духовную сферу и извлекать оттуда дары в физическую сферу. С тем, чтобы ваши чувства могли получить пользу от того, что было вложено в вас. Всем понятно, куда мы направляемся. Пользы вам никакой не будет. Извините за такое обращение. Пока вы не поймете, что я только что сказал вам. Мне необходимо верить в то, что все у меня уже есть. И я не говорю вам ничего такого, что вы не читали бы в Слове Божьем. Вам надо верить в то, что у вас уже все есть. Вы начинаете колебаться, сомневаться и спрашивать, «Но как я могу сказать, что у меня есть исцеление, когда мое тело страдает от симптомов болезни?» «Как я могу сказать, что преуспеваю, когда мои финансы страдают от симптомов нехватки?» Давайте я вам кое-что напомню. Видимое временно. Все в физической, ощутимой сфере временно, а не видимое вечно. Я покажу вам, как закидывать удочку в вечное, так, чтобы оно влияло на временное. Да, это так и есть. Все, через что мы проходим, подвержено изменениям. Это и значит временное. И это временное основывается на том, знаете ли вы комбинацию, знаете ли вы или нет, как закидывать удочку в сферу вечного. Весь этот год, весь этот год будет посвящен тому, чтобы поднять учеников Иисуса. Кто-то скажет, «Я никому не хочу говорить, что я болен, потому что иначе они подумают, что у меня нет веры». Нет, не делайте этого. У вас будут симптомы болезни, но у вас есть исцеление. Будут симптомы нищеты в ваших финансах, но у вас есть обеспечение. У вас будут симптомы. Наличие симптомов не говорит, что у вас нет веры. Наличие симптомов говорит, что вам надо забросить удочку. Когда вы отправитесь на рыбалку, проследите за тем, чтобы вы знали, какую проблему вам необходимо решить. Не идите ловить то, что не решит вашу проблему. Мне незачем ловить исцеление, когда я нуждаюсь в деньгах. Мне незачем ловить деньги, когда мне нужно исцеление. Вам надо знать, что вы ловите, и для этого вам дано Слово Божье. Это приманка, на которую вы поймаете рыбу. Итак, вы готовы? Прежде чем показать вам это, я проведу небольшой тест. Если бы я подошел к вам и сказал, «Брат, я помолюсь Богу». Аллилуйя. Мы помолимся Богу, и вы узнаете о том, что молитва — один из способов извлечь исцеление. Но следите за тем, как вы молитесь. Нам было дано наставление молиться согласно воле Божьей, а Слово Божье и воля Божья говорят одно и то же. Я говорю вам, вы уже исцелены, но вы молитесь Богу. «Исцели меня, я болен». Вы молитесь не в согласии со Словом Божьим, потому что исцеление у вас уже есть, правильно? Хорошо. Давайте посмотрим на первое, что вам необходимо сделать. Первое. Как мне извлечь это благо в физическую сферу? Так, чтобы было доказательство для моих чувств. Номер один. Вот первое, что должно произойти, а иначе вы можете забыть. Первое. Если я хочу извлечь эти ресурсы из моего духа в физическую сферу, мне надо начать с первого пункта, с обновления моего ума. Я должен обновить свой ум. Давайте я покажу вам, насколько это важно. Пока вы не обновите свой ум, в вашей жизни не будет происходить. Хорошо. Вот дух. Я душа. И вот тело. Так? Всю свою жизнь я был связан со своим телом. Так? Тело говорит, «Мы бедные». Душа говорит, «Да, это так». Тело говорит, «Мы больны». Душа соглашается, «Да, это так». И вот что происходит. Я в согласии со своим телом. Мое тело верит пятифизическим чувствам. Мое тело верит тому, что оно может видеть глазами, слышать ушами, чего может коснуться руками. Вот во что оно верит. Оно верит только физическому, только ему и ничему больше. Это для них безумие. Когда люди не рождены свыше, верят своему телу, и вы начинаете говорить им Слово Божье, они считают сказанное вами безумием. Они не понимают сказанного. Почему? Потому что они верят Слову Божьему. Они верят своему телу. Вот поэтому нет вам никакого смысла говорить о духовном с неспасенными людьми, которые не понимают, что вы говорите, и не верят этому, потому что их научили верить только тому, что они видят. Понятно? Согласно слову, вот откуда мы это знаем. Ваш дух. Ваш дух верит Слову Божьему. Библия говорит, «Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от Духа есть дух». То есть, духовное согласуется с духовным, а плотское — с плотским. Ясно? Иисус сказал, «Слова, которые говорю я вам, суть — дух». Таким образом, Слово есть дух, вы есть дух, и Бог есть дух. Они не могут общаться ни с чем, кроме Духа. Бог может общаться с Духом, так? Слово может общаться с Духом. И Бог — духовное существо. Я — душа. Он — дух. Верит Слову Божьему. Он верит только Слову Божьему, точно так, как тело верит только пяти физическим чувствам. Все, во что он верит, — это Слово Божье. Этот парень — тело. Говорит, «Но я чувствую себя больным». Вот во что верит тело. Я болен. Этот парень говорит, «Но ты исцелен. Вам надо понять, почему он — дух». Говорит, что вы исцелены. Он обладает исцелением точно так же, как этот парень — тело. Обладает симптомами. Но душа верит. Он — тело. Может вам показать симптомы. Врачи подтвердят. Он — душа. Верит симптомам. Он — дух. Обладает исцелением. Он — душа. Верит в него. Теперь этот парень не может убедить вот этого в том, что он исцелен, потому что в этом парне постоянно пребывает Дух Святой. Дух Святой соединяется с ним, с Духом. Этот парень и Дух Святой одно, поэтому тело не может убедить душу, что он не исцелен. Ну а тело делает то, что ему говорят. Тело убедить легко. Хорошо, смотрите. Он — дух, верит слову. Он — тело, верит чувствам. Вот душа. Здесь находится ум, воля и эмоции. Послушайте меня, братья и сестры. Если вы не обновите свой ум словом Божьим, вы будете верить только в то, во что и верили. Знаете, чему вы верили всю свою жизнь до спасения? Вы верили всему, что говорит тело. Вы верили каждому чувству, любому чувству. Вот чему вы верили. Теперь вам необходимо обновить свой ум, а иначе всю свою жизнь вы будете верить ему, телу. Я болен, я одинок, я беден, я никто, я ни на что не годен, о, я осужден. Все, во что верит он, тело. Будете верить и вы. Поэтому вот ключ. Слово Божье. Дьявол хочет держать людей подальше от учения Слова Божьего. Большинство проблем в сегодняшней церкви, большинство проблем в сегодняшнем мире это результат плохого учения, потому что люди не понимают Слова Божьего настолько, чтобы их жизнь отличалась от других. Поэтому столько людей в церкви сначала верят в одно, а потом, когда их убедят в другом, верят в другое. Что-то с вами не так. Почему? Потому что вы плотские, вы верите в свое, и поэтому не слушаете, что говорю вам я. Если я скажу что-то духовное, в то время, когда вы находитесь под контролем пяти физических чувств, тогда сказанное мной с вашей точки зрения будет выглядеть безумием. Поэтому не сердитесь на неспасенных людей. Они не поймут то, что вы им говорите. Так? Хорошо, смотрите. Итак, ключ к извлечению блага, чтобы этот парень, тело, мог получить его. Ключ к извлечению блага из сверхъестественной сферы, чтобы этот парень, тело, получил его. Это обновление вашего ума Словом Божьего. Прежде чем показать вам это, я проведу небольшой тест. Если бы я подошел к вам и сказал, «Брат, я помолюсь Богу». Аллилуйя. Мы помолимся Богу, и вы узнаете о том, что молитва – один из способов извлечь исцеление. Но следите за тем, как вы молитесь. Нам было дано наставление молиться согласно воле Божьей, а Слово Божье и воля Божья говорит одно и то же. Я говорю вам, вы уже исцелены, но вы молитесь Богу – «Исцели меня, я болен». Вы молитесь не в согласии со Словом Божьим, потому что исцеление у вас уже есть, правильно? Хорошо. Давайте посмотрим на первое, что вам необходимо сделать. Первое. Как мне извлечь это благо в физическую сферу? Так, чтобы было доказательство для моих чувств. Номер один. Вот первое, что должно произойти, а иначе вы можете забыть. Первое. Если я хочу извлечь эти ресурсы из моего духа в физическую сферу, мне надо начать с первого пункта – с обновления моего ума. Я должен обновить свой ум. Давайте я покажу вам, насколько это важно. Пока вы не обновите свой ум, в вашей жизни не будет происходить… Хорошо. Вот дух. Я душа. И вот тело. Так? Всю свою жизнь я был связан со своим телом. Так? Тело говорит «мы бедные». Душа говорит «да, это так». Тело говорит «мы больны». Душа соглашается «да, это так». И вот что происходит. Я в согласии со своим телом. Мое тело верит пятифизическим чувствам. Мое тело верит тому, что оно может видеть глазами, слышать ушами, чего может коснуться руками. Вот во что оно верит. Оно верит только физическому, только ему и ничему больше. Это для них безумие. Когда люди не рождены свыше, верят своему телу, и вы начинаете говорить им слово Божье, они считают сказанное вами безумием. Они не понимают сказанного. Почему? Потому что они верят слову Божьему. Они верят своему телу. Вот поэтому нет вам никакого смысла говорить о духовном с неспасенными людьми, которые не понимают, что вы говорите, и не верят этому, потому что их научили верить только тому, что они видят. Понятно? Согласно слову, вот откуда мы это знаем. Ваш дух. Ваш дух верит слову Божьему. Библия говорит «рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». То есть духовное согласуется с духовным, а плотское с плотским. Ясно? Иисус сказал «Слова, которые говорю я вам, суть дух». Таким образом, слово есть дух. Вы есть дух. И Бог есть дух. Они не могут общаться ни с чем, кроме духа. Бог может общаться с духом, так? Слово может общаться с духом. И Бог – духовное существо. Я – душа. Он – дух. Верит слову Божьему. Он верит только слову Божьему. Точно так, как тело верит только пяти физическим чувствам. Все, во что он верит – это Слово Божье. Этот парень – тело. Говорит. Но я чувствую себя больным. Вот во что верит тело. Я болен. Этот парень говорит. Но ты исцелен. Вам надо понять, почему он, дух, говорит, что вы исцелены. Он обладает исцелением точно так же, как этот парень – тело. Душа обладает симптомами. Но душа верит. Он – тело. Может вам показать симптомы. Врачи подтвердят. Он – душа. Верит симптомам. Он – дух. Обладает исцелением. Он – душа. Верит в него. Теперь этот парень не может убедить вот этого в том, что он исцелен. Потому что в этом парне постоянно пребывает Дух Святой. Дух Святой соединяется с ним, с Духом. Этот парень и Дух Святой – одно. Поэтому тело не может убедить душу, что он не исцелен. Ну а тело делает то, что ему говорят. Тело убедить легко. Хорошо, смотрите. Он – дух, верит слову. Он – тело, верит чувствам. Вот душа. Здесь находится ум, воля и эмоции. Послушайте меня, братья и сестры. Если вы не обновите свой ум словом Божьим, вы будете верить только в то, во что и верили. Знаете, чему вы верили всю свою жизнь? До спасения. Вы верили всему, что говорит тело. Вы верили каждому чувству. Любому чувству. Вот чему вы верили. Теперь вам необходимо обновить свой ум, а иначе всю свою жизнь вы будете верить ему – телу. Я болен, я одинок, я беден, я никто, я ни на что не годен. О, я осужден. Все, во что верит он – тело. Будете верить и вы. Поэтому вот ключ – слово Божье. Дьявол хочет держать людей подальше от учения слова Божьего. Большинство проблем в сегодняшней церкви, большинство проблем в сегодняшнем мире – это результат плохого учения, потому что люди не понимают слова Божьего настолько, чтобы их жизнь отличалась от других. Поэтому столько людей в церкви сначала верят в одно, а потом, когда их убедят в другом, верят в другое. Что-то с вами не так. Почему? Потому что вы плотские. Вы верите в свое. И поэтому не слушаете, что говорю вам я. Если я скажу что-то духовное, в то время, когда вы находитесь под контролем пяти физических чувств, тогда сказанное мной с вашей точки зрения будет выглядеть безумием. Поэтому не сердитесь на неспасенных людей. Они не поймут то, что вы им говорите. Так? Хорошо, смотрите. Итак, ключ к извлечению блага. Чтобы этот парень, тело, мог получить его. Ключ к извлечению блага из сверхъестественной сферы. Чтобы этот парень, тело, получил его. Это обновление вашего ума Словом Божьим. А на это требуется время. И не только на это требуется время. Обновление ума – каждодневный процесс. Обновление ума – это процесс обмена. Все мое мышление происходит вот здесь. Обновить свой ум Словом Божьим значит, что я позволю Слову изменить мое мышление. Я думаю так, Слово думает так. Я позволю Слову изменить мое мышление. Давайте я вам скажу что-то очень простое. Обновление ума не начнется, пока вы не начнете читать Библию. Ой! Сделайте колесо. Бегите. Если вы не читаете Библию, вы не сможете обновить свой ум. Обновление ума не запрыгнет вам в голову. Если вы не будете читать Библию, свой ум вы никак обновить не сможете. А я вам назову количество христиан, которые не читают Библию. Нам надо научить наших подростков о важности чтения Библии. Вы не хотите ходить в церковь, не хотите читать Библию, но при этом хотите быть духовным. Так не бывает. Позвольте мне сделать объявление. Библия для того, чтобы ее читать, а не для того, чтобы прятать в ней деньги. Хорошее место. Я часто прятал там деньги в Библии, и их никогда, никогда не могли найти. Джереми, да будет он благословен. Когда он стал учиться в школе на севере, я положил деньги в его Библию и сказал, будешь читать Библию каждый день? Да, сэр. Я сказал, точно будешь читать Библию? О, да, аминь. Буду читать. Забавно, что через несколько недель ему понадобились деньги. И он не знал, что они лежат в Библии, потому что он ее не читал. Вы не сможете изменить свой ум, не читая Библию. Что, если я не умею читать? Купите диски, слушайте Слово, а потом научитесь читать. Я слепой. Есть шрифт Брайля. Есть множество способов для изучения Слова. Вам надо посвятить себя чтению Слова. Давайте я начну вот с чего. Я могу сказать на эту тему целую проповедь. Если вы каждый день не будете выделять время на чтение Слова Божьего, то как вы тогда измените свое мышление? Вы даже не знаете, что говорится в Библии. Как вы, не учась, пройдете тест при приеме на работу? Учиться необходимо, правильно? Если вам для того, чтобы устроиться на работу, надо пройти тест, то вы, не прочитая учебника, не сможете этого сделать. Но когда речь заходит о духовных вещах, мы думаем, что учиться не надо. Мы думаем, что все, что надо сделать, это сидеть и... Так не получится. Надо читать Библию. Да, но я ненавижу читать. Ну тогда у вас не будет преуспевания. Вы не получите преуспевания. Вы будете ненавидеть его. Иначе не получится. Вы не сможете его получить. Не сможете. Знаете, моя жена недавно получила степень магистра, и я так горжусь ею. У нее на это ушло два года. Но вот что ей приходилось делать. Сидеть и писать до четырех утра. Она сидела, трудилась. И я ей однажды предложил пойти на уловку. Я сказал, вот, можешь использовать то, что я написал. Она сказала, нет. Конспект был по тому же самому предмету. Она сказала, нет. Она прочла книгу, которая была очень скучной. Вы понимаете, о чем я говорю? Сухие знания. Но знаете что? Не имеет значения, насколько это скучно. Но если бы она не прочла, она бы не сдала экзамен. Она бы не знала, как написать работу. То же самое относится и к духовным вещам. Мы думаем, я спасен. Все проблемы решены. Я спасен. Я спасен. Да, вы спасены. Но слишком глупы, чтобы знать, что делать, когда дьявол нападет на вас, потому что вы не читали инструкцию. Библия использует слово «неразумные». Я все так же, в Библии. Если вы что-то запомните, братья и сестры, я хочу, чтобы вы запомнили вот что. Читайте Библию каждый день, чтобы знать, как вам изменить свое мышление. Это первое. Вот что значит обновление ума. Читая Библию, я обмениваю свои мысли, которые были у меня, когда я был в одной связке с ним. Я обмениваю эти мысли на мысли из Слова Божьего. Теперь смотрите, что происходит. Итак. Я думаю. Я больной. Я умру. Я больной. Я умру. И тут читаю в Библии. Ранами Христа я исцелился. Ранами Христа я исцелен. Хорошо. Обратите внимание. Я исцелен. Бедность. 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 Нет. Жизнь с избытком. Чем больше я обновляю свой ум и заменяю свои мысли на мысли из Слова Божьего, тем больше притягиваюсь к Духовному. Теперь я верю в то, что верят они. Дух. Святой Дух. Вот чего я не видел раньше. Без Духа Святого тело, душа и дух образуют Троицу. Но когда душа становится частью того, во что верит Дух, образуется новая Троица. Было двое против одного. Теперь трое против одного. Трое против одного. Теперь смотрите. Я обновляю свой ум, чтобы быть в согласии со своим Духом. Симптомы по-прежнему присутствуют здесь, в физическом мире. Но мой ум теперь более духовный, его мышление, вне физического мира. Болезнь обрушивается на тело, и у него есть симптомы болезни. Эти симптомы видимы. Они чувствуются, и врачи подтверждают, что симптомы заболевания есть. Понятно? Но здесь у него есть исцеление. Для того, чтобы мне перенести то, что у нас есть здесь туда, мне надо держать его здесь. Но то, что я чувствую, а я привык жить тем, что я чувствую, пытается остановить меня здесь. И вот тут борьба за жизнь. Вот она. Борьба за жизнь. О Боже, я хочу верить в исцеление, но я чувствую боль в своем теле. О Боже, я хочу верить в то, что я исцелен. Но вот что говорит врач. О Боже, я хочу сказать, что у меня есть жизнь с избытком, но меня только что выдворили из дома и отрезали свет. Вам понятно, о чем я? И как христианин, вы должны делать вот что, оставаться здесь. Вам надо будет игнорировать голос плоти. Вы слышали, что я сказал? Вам надо будет игнорировать его. Он будет стоять тут и кричать, «Я умираю, я болен!» Ты что, не видишь? А вам надо стоять тут и говорить, «Перестань устраивать спектакль. Все будет хорошо». Итак, это пункт номер один. Обновление ума. Откройте 12 главу послания к римлянам. Обновление ума. Итак, это первое. То, что я сказал, не имеет театрального, драматического эффекта. То, что я сказал, не заставит вас бегать по залу, но если вы сделаете то, то, что я сказал, совсем скоро вы будете бегать по залу от радости, потому что получите результат. И проблема с церквями, особенно с афроамериканскими, в том, что если проповедь не эмоциональна, не занимательна, мы не хотим ее слушать. Мы сидим с каменными лицами, надеваем религиозную маску, ведем себя так, будто знаем Бога, и можем получать результаты, но мы не делаем необходимого для получения результатов. То, что вы делаете тайно, проявится публично. Вот что делаем мы. Мы делаем на публике то, что никогда не происходило тайно, и поэтому мы не видим результатов. Моя задача на этот год – поднять армию сынов и дочерей Божьих, которые будут доказывать истину Слова Божьего своей жизнью. А подготовка к этому подобна получению степени магистра. Это может быть сухо и неинтересно, но когда будет экзамен, вы сдадите его. Когда надо будет написать работу, вы напишите, вы сделаете то, что надо сделать. Лоис это знает. Она профессиональная студентка. Она, наверное, получит тысячу докторских степеней, но в день, когда ты начала получать образование, у тебя не получалось то и это. И все это вначале было сухо и неинтересно. Но теперь для тебя это не важно, потому что ты знаешь, что это необходимо для достижения цели. Вам, как христианам, необходимо делать то же самое. Не должно быть так. Ну, знаете, не хочется мне читать сегодня. Какая разница, что вам хочется? Про нежелание вам говорит ваше тело. Вы должны знать, что мое желание или нежелание читать Библию не имеет значения. Я должен заставить себя читать Библию. Я должен питаться ею. Она должна стать для меня необходимой пищей. Если я смогу научить делать людей хотя бы эту первую часть, они увидят в своей жизни великие изменения. Но вот от чего мы страдаем. Мы страдаем от христиан, которые даже не открывают Библию. Вот поэтому можно взять любое религиозное учение, которое кто-то придумал, потому что вы не знаете, что говорит Слово Божье. Поэтому мы все это время были обмануты. Мы слышали, что говорят другие, но не читали Писания сами. Вот что я обнаружил. И я должен был покаяться и сказать, «Господь, помоги мне с этим. Мне надо читать Библию внимательно». Иисус не сказал, что Дух Святой обличает вас в грехах. Иисус сказал, что Он обличает мир в грехах, а верующих Он обличает о праведности. Все должно начаться здесь, с вашего мышления. Если ваше мышление не изменится, ваша жизнь тоже не изменится. А что это значит? Если ваше мышление не изменится, вы по-прежнему будете связаны со своими физическими чувствами и не связаны с тем, во что верит ваш Дух, и вы никогда не сможете извлекать благословение из своего Духа, потому что ваш разум в той же позиции, где и был всегда. И вот что я вам еще скажу. В следующий раз, когда окажетесь в общественном месте, обратите внимание на людей вокруг себя. Больше никто ни с кем не разговаривает. Каждый занят своим делом. Или говорит по телефону, или пишет СМС. Слава Богу за технологию, но какую цену нам приходится за нее платить? Когда теперь в сфере образования предполагается, что вам не надо хорошо знать грамматику, потому что компьютер исправит ваши ошибки. Это неправильно, потому что если вы не будете знать грамматику, вы будете неправильно разговаривать, а это нехорошо. Я благодарю Бога за технологию, но плохо, когда она отнимает у нас то, чему можно научиться только через разговор друг с другом. Мне, как и раньше, нравится вести хорошие разговоры. Технология лишает вас возможности что-то вложить в человека. Но знаете, мы просто злоупотребляем технологии. Я обратил внимание на то, что мой внук со своим другом, они не спят всю ночь до шести утра и играют в компьютерные игры. Потом они весь день спят, потом встают. Я это видел. Они встают и снова начинают играть. И они не едят. Они забывают поесть. И они не моются до тех пор, пока я не скажу, «От тебя воняет!» Ты не можешь находиться рядом со мной с таким запахом. И он просто делает все это, потому что хочет получить более высокую степень в игре и все такое. И я решил сказать ему, «Я люблю тебя, но хочу сказать, что ты долго не протянешь, потому что днем ты спишь, девять часов, а ночью не спишь, твое тело было сотворено, чтобы работать вместе с солнцем. Когда оно встает, ты должен делать определенные вещи. Когда оно заходит, и твоему телу приходится мобилизовывать резервы, когда ты делаешь противоположное тому, что должен делать, развивается декомпенсация. В кровь выбрасываются гормоны, и ты набираешь вес. И знаете, наши дети, они еще и хвалятся, «Слушай, я всю ночь просидел за компьютером». Ха-ха-ха! Да, поэтому у тебя слабое здоровье. Что насчет людей, которые работают до поздней ночи? Это вредно для них. Работать до поздней ночи нельзя. Нас затягивает в черную дыру из-за того, что мы не обновляем свой ум Словом Божьим и позволяем модным трендам определять нашу жизнь. Что-то совсем, совсем не то. И есть еще взрослые женатые мужчины, которые проводят часы, играя в компьютерные игры. А эти часы надо было вложить в свой брак. Нельзя сидеть и играть в игры. Ваша жена может уйти от вас. Вы не заметите, как она ушла, потому что будете продолжать играть. Ваша жена хочет, чтобы вы прикасались к ней, обнимали и ласкали ее, проводили с ней время, а вы не обращаете на нее внимания. Из-за технологий мы получим поглупевшее общество. Мне нравятся технологии. Без технологий я не мог бы иметь связь с дочерними церквями, но все должно иметь свои границы. Итак, у вас нет времени на чтение Библии. То, что изменит вашу жизнь, то, что откроет вам доступ к сверхъестественному, потому что вы слишком заняты другими вещами. И они отвлекают вас от того, что вам необходимо делать, от обновления ума. Сколько времени вы проводите в Слове Божьем, скажем, в неделю, против всех остальных привычек, которые вы приобрели, вот что происходит. Мы приобретаем привычки, потом они создают нас. И вы становитесь той привычкой, которую сами и приобрели. Вы не читаете, не изучаете Библию, не обновляете свой ум, и поэтому думаете так же, как и раньше. Потом приходите в церковь и стараетесь все время возложить на меня, но я не могу обновить ваш ум вместо вас. Это ваш ум. Я несу ответственность только за свой собственный ум. В некоторых странах люди умирают из-за того, что проводят за компьютером столько времени, что не едят и не спят. Есть игры с виртуальной реальностью, где можно покупать собственность, можно становиться разными людьми, и там вы можете приобрести образ. которые всегда хотели иметь, не говорите, что это очень плохо. Когда все делается в меру, нормально, но когда вы переходите все границы и позволяете чему-либо завладеть вами, тогда вся ваша жизнь теряет устройство, и это плохо. мне все равно, кто что говорит, это плохо. Я скажу, что с вами будет, потому что после того, как вы выключите компьютер, вам, как и раньше, придется оплачивать счета. Вам придется обеспечивать свою семью. Вам, как и раньше, потребуется проявлять интеллект и вести себя так, чтобы получить работу. Вам нельзя становиться частью этого поглупевшего поколения, которое создает собственный способ мышления. Ну, по-моему, вот в этом как раз и проблема. Бог создал вас не для того, чтобы вы жили согласно своему мнению. Он дал вам путеводитель. Он создал вас и дал вам инструкцию для жизни. Вы не можете держать инструкцию закрытой, переделывать ее по своему умостроению и думать, что вас не проймут последствия. Так мы говорили о колледж-парке. Проймут. Я давно не слышал этого слова «проймут». Кажется, я не говорил это слово уже 20 лет. Боже мой, проймут. Вам понятно, о чем я говорю? Обновление ума — это ключ, это первый шаг к тому, чтобы извлекать благо из духа в физический мир. Вам надо обновить свой ум так, чтобы знать слово, не читая его, даже не открывая Библию. Писание должно быть встроено в вас. Оно должно быть внутри вас, чтобы вам... Библия говорит, обновиться духом ума вашего. Давайте посмотрим эти два места Писания. Я думаю, они скажут все, что стараюсь сказать я. Я вам сказал открыть 12-ю главу послания к римлянам. Хорошо. Послание к римлянам. 12-я глава. Стихи с 1-го по 3-й. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте ваши тела вживую... Что? ...жертву. Вы, ваш дух, это истинный вы. Вам, вашему духу. Теперь необходимо взять на себя ответственность за свое тело. Павел сказал в 1-м послании к Коринфянам, 9-й главе, 27-м стихе, «Но усмиряю и порабощаю тело мое». Вы, духовный человек, ответственны за свое тело. Библия говорит, что мы будем судимы за дела, которые сделали в теле. Вот какое я получил откровение. Может, вам оно и не покажется большим, но мое тело принадлежит Господу. Не думаю, что вы поняли то, что я сказал. «Цель для моего тела, чтобы у Бога было место пребывания». Писание говорит, «Пища для тела, но тело для Господа, чтобы Он смог исполнить свою волю через вас». Так? Вам надо обновить свой ум этой мыслью. Если вы не обновите свой ум, тогда вы будете думать, «Это мое тело». Нет, не ваше. Библия ясно говорит, что это тело было куплено дорогой ценой. Оно не ваше. Оно принадлежит Богу и должно быть использовано для того, чтобы выразить Его волю на земле, и вам надо будет дать отчет за дела, которые вы сделали в теле. Оно принадлежит Богу, и вам надо обновить свой ум этой мыслью в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. А как это сделать? Апостол начинает со стиха, где говорится, что вы ответственны за свое тело. Затем говорит, что вы должны представить Его в святую, благоугодную жертву Богу. Это ваше разумное служение. Как это сделать? Он говорит об этом во втором стихе. «И не сообразуйтесь с веком, миром». Сим. «Не сообразуйтесь», значит, не расплавляйтесь и не вливайтесь в форму. Вот что значит это слово. «Расплавиться и влиться в форму». «Не сообразуйтесь с миром». Если вы не читаете Библию и не обновляете свой ум словом Божьим, вы, вероятно, позволяете себе вливаться в форму мира, и вы становитесь таким, как мир. «Не образуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь как?» «Обновлением ума вашего». Будьте преобразователем. Слава Богу! Будьте преобразователем. «Преобразуйтесь». «Как?» Слово «преобразовывать» значит «изменять». Какой бы области вам не потребовалось изменение, апостол только что сказал вам, как измениться. «Обновляйте свой ум». «Изменяйтесь! Как?» «Обновлением ума вашего». Я все время говорю с людьми, которые хотят измениться. Больше 30 лет я говорю с людьми, которые хотят измениться. И для меня удивительно, что когда я говорю им, как это сделать, они сразу теряют интерес, и тогда я им говорю. Вы не хотите измениться. Вы просто играете. Вы не хотите измениться. Вы не серьезны. Приходите снова, когда станете серьезным. Потому что вот что вам надо сделать, чтобы измениться. Вам надо изменить образ мышления. И вам надо изменить его так, чтобы оно было в согласии со Словом Божьим. А как узнать, верна ли Библия? Ну, потому что вы живете не по Библии. Вы не готовы измениться. Вы только хотите получать результаты. Вы хотите денег, хотите хороших отношений, хотите радости, и все это приходит с изменением ума, но вы меняться не хотите. Вы думаете, что сможете получить все преимущества христианской жизни, не изменившись. А потом вы смотрите на меня и злитесь, потому что я, благодаря обновлению ума, преуспеваю. А потом вы преподносите все так, будто я, чтобы получить эти блага, сделал что-то неправильное. Хотя на самом деле, я сделал что-то правильное. И поэтому я не буду защищаться и оправдываться за то, что я получил. А так и должно быть с людьми, которые изменились и обновили свой ум, которые знают, как извлекать благословение из невидимого в видимое. Люди только говорят, что хотят измениться. Брак. О, я хочу жить со своей женой. Нет, не хотите. Вы не хотите жить со своим мужем. Перестаньте врать. Уходите из моего офиса. У меня нет на это времени. Идите к Тафе. У меня есть дела поважнее, чем сидеть и разговаривать с человеком, который противится, который говорит, что хочет измениться, а сам нисколько меняться не хочет. О, да, пастор, я хочу меняться. Хочу. Хорошо, тогда читай Слово Божие каждый вечер. Ну, у меня нет на это времени. Выйди из моего офиса. Вы не хотите меняться. Вы лжец, обманщик. Уходите. Идите. Да, но, пастор, почему меняться надо именно так? Идите. Понимаете? Потому что, когда вы готовы измениться, вы не делаете к этому никаких комментариев. Когда вы хотите измениться, вы не вступаете в дебаты. Когда вы хотите измениться, вы спрашиваете, а что надо делать? Я хочу стать чемпионом мира по боксу, как Эвандер Холифилд. Хотите? Хотите? Правда хотите? А вы знаете, что потребовалось для того, чтобы стать пятикратным чемпионом мира? Знаете, насколько это тяжелые тренировки? Вы понимаете, через что приходится пройти такому человеку? Приседания на одной ноге, все эти тяжелые, болезненные упражнения. Бить по боксерской груши. Мы однажды побили грушу одну минуту. Я до сих пор помню. Я сказал, нет, я не могу. Если я не могу это делать и одну минуту, то шансов к успеху у меня нет. О, вы хотите быть как Эвандер Холифилд? О, вы хотите быть чемпионом мира? Правда? Тогда он даст вам конкретное задание. Надо, чтобы вы бегали по 20 километров каждый день. Следующие три месяца. О, нет. Тогда замолчите. Больше вообще не говорите, что хотите стать чемпионом мира. Молчите. Вы не знаете, что требуется для того, чтобы стать чемпионом мира. Чемпионы мира вносят в свою жизнь изменения. Они адаптируются к новому режиму. Едят то, что не хотят есть. Делают то, что не хотят делать. Им приходится рано вставать и пробегать огромные расстояния. Не говорите мне, что хотите стать чемпионом мира. Тихо. Возьмите свою игрушку и играйте. Пусть ваши пальцы стучат по клавиатуре. Ну, я хочу быть таким, как Иисус. А, ну вот дошли и до этого. Да, сэр, я хочу быть таким, как Иисус. Да. Хорошо, каждый раз, когда Дух Святой будет вас, вставайте и молитесь час, два часа ночи, вставай, сын мой. Иисус, я сейчас сплю. Тогда замолчите. Не говорите, что вы не хотите быть таким, как Иисус. Мы хотим результатов, но постоянно игнорируем процесс изменения. Будьте преображены. Будьте изменены обновлением ума вашего. Посмотрите, что Бог говорит вам сделать, чтобы вы были таким, как Иисус. Обновить свой ум. А вот ваш ответ. Не буду. О, брат Доллар, я хочу ходить по воде. Да, я хочу изгонять бесов из людей. Я хочу говорить горам, и хочу, чтобы они слушались меня. Я хочу возлагать руки на больных, и хочу видеть, как они исцеляются. Я хочу служить миру. Нет, не хотите. И точка. Это видно по вашему поведению. Это нереально. Иисус говорит вам сделать вот что. Поменять ваше плохое мышление на мышление Слова Божьего. И мы можем начать этот процесс. Но мы хотим быть такими, как Иисус. Вы знаете, что перед нами стоят задачи. Все, что Бог говорит вам сделать, перестать думать так, как вы думаете. Начните думать так, как Он. Каким образом? Необходимо погружаться в Слово, обменивать ваше плохое мышление на мышление Господа, и начинать мыслить так, как мыслит Слово Божье. Так что поверьте мне, немногие будут ходить по этой земле, как сыны Всевышнего Бога. Поверьте мне, я говорю вам вот что. Путь в небеса узок. И немногие люди попадут туда. Почему? Кому вы служите? Кого вы слушаетесь? Тот вам и Господин. Не называйте Бога своим Господином, если вы не делаете то, что Он говорит вам делать. Преобразуйтесь обновлением ума вашего. Что говорится в последней части стиха? Чтобы вам познавать, доказать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Вот о чем я просил у Бога. Кому мы это доказываем? Когда обновляем свой ум, чтобы доказать вашей плоти, доказать вашим чувствам, вашим глазам и ощущениям. Он говорит, если вы обновите свой ум, вы сможете представить доказательства в физической сфере. Вы сможете доказать своим чувствам, какова благая, угодная и совершенная воля Божья. Доказать своим чувствам, что вы не умрете. Доказать своим чувствам, что вы не будете жить в нужде. Доказать своим чувствам, что вы не будете жить в рабстве. но что вы получите освобождение, доказать своим чувствам. Но вы не сможете этого сделать, пока не будете обновлять свой ум Словом Божьим каждый день. Потому что обновление ума — это не одноразовое событие. Обновление ума — каждодневный процесс. А однажды я предстану перед Богом, и у меня намерение получить всё, что предназначено для меня. Я недавно размышлял об этом. Я думал, я буду судим Богом за мою работу, не за дела праведности. Я буду судим за качество дел, сделанных по благодати. Что я сделал по благодати, данной мне Богом? Потому что Библия говорит, мы все предстанем перед престолом Божьим, и Он будет судить нас за дела, сделанные в теле. Я не хочу пустить в вечности то, что предназначалось мне из-за того, что я не смог быть полностью честным с собранием верующих, о том, что они должны делать для того, чтобы обновить свой ум. А вместо этого я был озабочен. Если я скажу такое, они больше не придут в церковь, а мне надо быть поосторожнее, потому что посещаемость церквей везде снижается, я не хочу проходить через такое. Бог мой неизменный источник. Я хочу поделиться с вами одним местом Писания. И на этом мы закончим. У нас их пять, но я думаю, лучше будет уделять им отдельное время и разбирать детально. Откройте 4 главу послания к Ефесинам. Приготовьте свою Библию, положите ее на своем рабочем столе, положите рядом с собой на кухне, пребывайте в нем все время. Если хотите, чтобы пришли изменения, если вы сделаете так, то к вам придут взрывные сюрпризы. Вот как надо жить и пребывать в вере. Ничего никогда не изменится у людей, которые не делают то, что необходимо делать для изменений. Послание к Ефесинам, 4 глава. Заключительное местописание. 22 стих. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Он говорит, «Облекитесь в нового человека». Знаете, что Он говорит? Вместо того, чтобы облекаться в ветхого человека и носить его, Он говорит, «Снимите ветхого человека и оденьтесь в нового». Он говорит, как это сделать? «Обновитесь в духе ума вашего». Давайте я покажу вам, что это значит. Один из пунктов, которые мы прочли, говорит обновиться в вашем уме. Мы знаем, что такое сознательный ум, но обновиться в духе ума вашего — это глубже, чем обновиться в сознательной части вашего ума. Обновиться в духе ума вашего значит обновиться в подсознательной сфере. Это область, в которой вы делаете вещи неосознанно. Вы помните иллюстрацию, которую мы использовали? О переключении передач, о сцеплении. Я никогда не забуду, как я начал ездить, и все было хорошо, пока не заехал на подъем. А сзади меня была машина. Знаете, как это бывает? Один только газ, и никакой искусной работы педалью сцепления. И вы смотрите назад, смотрите вокруг. Я помню, что в некоторых случаях я просто сжал на тормоза, махал рукой и говорил, «Давай, объезжай меня, просто объезжай». Если не объедешь, я тебя ударю. Я четко осознавал все, что я делаю в управлении машиной. Хорошо, обратите внимание на то, что я говорю здесь. Сейчас вы ведете машину, разговариваете и делаете все прочее, даже не осознавая, как вы управляете автомобилем. С вами было такое. Вы выезжаете из дома, едете на работу, сознательно занимаетесь какими-то делами, и незаметно для себя оказываетесь на работе. Вы не думали, «Ой, да ведь я же мог попасть в аварию». Вы не думали, потому что вы уже натренированы. Подключилось ваше подсознание, и оно все сделало правильно, потому что было натренировано. Представьте, что будет, если вы обновите свой ум до такой степени, что обновите подсознательную часть своего ума, и когда люди будут что-то делать против вас, вам не придется сознательно думать, «Мне надо простить их». Это будет автоматически, потому что вы столько практиковались, что прощение стало частью вашего подсознания. И когда появится болезнь, вы даже не будете задумываться о том, чтобы согласиться со своим духом, что вы исцелены. Это произойдет автоматически. Просто это внутри вас. Ваш разум обновлен настолько, что единственное, что появится у вас в сознании, «Я исцелен, со мной ничего не случится». Вы не принимаете и мысли о болезни, потому что вы обновили свой ум. Вот что значит обновиться духом ума вашего. Обновите дух своего ума, чтобы вы могли автоматически исполнить совершенную волю Божью. Потому что вера не будет работать до тех пор, пока не будет познана воля Божья. Подумайте об этом. Подумайте, какой будет ваша жизнь после того, как дух вашего ума будет обновлен. И знаете, что тогда происходит? Дух вашего ума, там, прямо на линии вашего духа, где вся сила, все ресурсы, и вы автоматически начинаете жить в сверхъестественном, потому что ни одна часть вашего сознания или подсознания не соглашается с вашим телом. Все внутри вас находится в полном согласии с вашим духом. А это значит, что у вас есть непосредственный доступ к хождению в сверхъестественном. И единственное, как это можно достичь, постоянно обновлять свой ум, сделать это обновление образом жизни, а не каким-то магическим трюком, чтобы что-то получить. Вот для этого я читаю Библию и углубляюсь в нее. Я призываю вас сегодня. Вы хотите измениться? Вы хотите получить доступ к сверхъестественному? Вот с чего это начинается. И если вы сегодня не примете решение, что будете менять свои взгляды, свое мышление, тогда забудьте про изменения. Забудьте. Просто ешьте гриб, фрукты и сливы. Живите столько, сколько сможете, а потом вы пойдете на небеса, потому что тут ничего интересного происходить не будет. Просто забудьте. Получите работу, живите как простой человек, живите как простой грешник. Купите дом, купите машину, женитесь, играйте в покер. Вы не сможете жить в победе, потому что вы в темнице своего необновленного ума. И это не позволит вам пережить Божью полноту, которая вам принадлежит по праву. Вам необходимо понимать, в этом году я буду обновлять свой разум, я буду подобен Иисусу. я буду делать все возможное, чтобы дать вам повод уйти. Я не собираюсь идти на компромисс, потому что именно так и надо поступать. О, ну а что насчет благодати? Я рад, что вы спросили. Благодать — это не оправдание, чтобы не быть тем, кем Бог хочет вас видеть. Благодать — наделение способностью. Она дает вам способность делать все, что вы делать не могли. Бог силен дать вам все изобилие благодати, чтобы вы были способны. Благодать — это главная необходимость, чтобы сделать то, о чем я говорил сегодня. У вас будет благодать читать Слово. У вас будет благодать обновлять свой ум. У вас будет благодать обновить ум глубоко в вашем духе. Это просто зависит от того, чего вы действительно хотите. Вот в чем дело. И не задавайте глупых вопросов, типа, а хочет ли Бог, чтобы я этого хотел? Вопрос в том, достаточно ли сильно вы этого хотите? Или вы уйдете отсюда, как обычно, довольствуясь посредственной жизнью, довольствуясь тем, что у вас всегда было? Если так, то у вас есть свободная воля. И вы имеете право принять такое решение. Мое дело — любить вас и продолжать учить, но выбор за вами. Если вы ищете церковь, в которой вам будут говорить то, что вы хотите слышать, и чтобы при этом у вас бегали мурашки по коже, то это не такая церковь. Я хочу, чтобы вы рассердились. Почему? Было доказано, что после того, как вы услышали истину и рассердились, успокоившись, вы меняетесь. Знаете, как бывает, когда вы ссоритесь с супругой, а она права? Вы успокаиваетесь и говорите, извини, прости меня. То же самое вы сделаете и мне. Вы увидите меня где-то на улице и скажете, пастор, простите, пастор, можно я скажу вам, что на самом деле произошло? Пастор, я ненавидел вас. Вот это все я слышать не хочу. Давайте просто поговорим. Я не хочу слышать, что вы там обо мне думали и все прочее. и это я набросал вам мусор во дворе и все такое. Нет, я не хочу слышать все это, потому что я спасен так же, как и вы. Я обновляю свой ум так же, как и вы. Есть области в моей жизни, над которыми я работаю, как и другие. Идея о том, что пастор более совершенный, чем другие, ложь. Мне, как и вам, приходится над многим работать. Понимаете, что я говорю? Пастор, вы снова вышли из себя? Да, я скоро выйду из себя и отыграюсь на вас. Нет, я должен каждый день обновлять свой ум, так же, как и любой другой человек. И если мне не удается этого сделать, то я буду делать глупые, неразумные вещи, как и все остальные, если не будут обновлять свой ум. Слава Богу, я прощен, но я хочу, чтобы благодать Божья была доступна мне и делала меня способным делать то, чего я не мог делать до спасения. До спасения я поступал как глупец, но теперь благодать дает мне способность не поступать так. Правильно? Вы проявили исключительное терпение. Спасибо за то, что снова пришли в церковь, и мне есть кому проповедовать, но должен вам сказать, если бы вы и не пришли, то у меня есть опыт проповедования стульям. И служение состоялось бы, если бы тут никого не было, а только я и служитель Вик, я бы проповедовал ему, хотел бы он слушать или нет. Я бы проповедовал, пока его светлая кожа не покраснела бы. Я бы просто проповедовал. Я бы просто проповедовал. Вот моя позиция. Я так воспламенен. Я в огне. Я объявил войну демонам. Если бы вы открыли свои духовные глаза, вы бы увидели, как действуют демонические духи, пытаясь захватить вас. У них есть стратегия по захвату вашего разума. И если бы вы могли подняться в воздух, вы бы увидели этих злых духов в поднебесье, на втором небе. Согласно откровению, некоторые демоны были закованы в цепи, потому что они нарушили правила и установление договора. Демоны охотятся за вами. Они хотят захватить вас. Они хотят мучить вас каждый день. Они хотят навалиться и давить на вас до тех пор, пока не смогут контролировать вас всю жизнь. Поэтому они не хотят, чтобы вы приходили сюда и слушали меня, потому что я проповедую слово и говорю вам изменить свое мышление, потому что, обратите внимание, ни у одного демона нет права действовать против вас помимо вашей воли. Ангелы Божьи будут сражаться с любым демоном, который попытается что-то сделать вам против вашей воли. Единственный доступ для демонов в вашу жизнь, ваша воля, если кто-то одержим, он одержим, не против своей воли. Кто не одержим, не одержим, потому что не хочет этого. Я даже не могу изгнать беса из вас, если вы хотите оставить его у себя. Выйди, бес блуда! А вы говорите, нет, я хочу, чтобы он остался. Молиться смысла нет. Лучше уж сэкономить елей. Бес не выйдет. Он вместе с вами пойдет домой, примет душ, вместе с вами поезд и посмотрит футбольный матч. Я не могу изгнать его, но когда вы примите решение, я больше не хочу этого делать. Это больше не мое желание. Тогда все ваши ангелы-хранители вместе с вами всеми силами начнут сражаться с любой демонической силой, выступающей против вас. Некоторые из вас смотрят на меня с таким видом. Он что, говорит о демонах? Да. Демоны существуют. Если вы не верите мне, посмотрите на свое лицо. в зеркале поближе и увидите парочку. Они нападают на вас, и когда это происходит, вот как оно проявляется в физическом мире в виде распутства, ярости, страха. демоны — это существа отвратительного вида. когда вы выйдете из тела, вы сможете их увидеть. Это отвратительного вида существа. Их цель — красть, убивать и губить до тех пор, пока они не украдут у вас спасение, пока не утянут от Бога, а затем они будут владеть вами всю вечность в аду, где вы будете для них игрушкой. И они будут доставлять вам вечное мучение и несчастье. Когда я узнал, что они пытаются сделать, я что, просто сидел? Они стараются навредить мне, а я просто... Нет, я сказал. Нет, нет. Этого не будет. Решил напасть на меня? Ну, тогда получи в ответ. Все, что я свяжу на земле, будет связано на небесах. Все, что я разрешу на земле, будет разрешено на небесах. Я часть тела Христова. Сатана не имеет надо мной власти, потому что я победил зло добром. И тот, кто во мне, больше того, кто в мире. Я разрушаю твердыни, и они покоряются мне. Я связываю духов злобы поднебесной. Я связываю всякую демоническую и бесовскую силу во имя Иисуса, которому я принадлежу и которому служу. Дьявол, ты не будешь мучить мою семью. Ты не будешь мучить моих детей. Ты не будешь мучить мои финансы. Ты не сможешь идти против меня. Я часть тела Христова. Лучше вам проснуться и осознать, где вы и в чем. Бесы уверены в том, что вы так и останетесь ленивым и невежественным. Поэтому, когда они нападают на вас, вы даже не будете знать, что это они. Как вы можете верить в существование ангелов и при этом не верить в существование демонов? Как вы можете говорить, что верите в Бога и при этом не верите в существование сатаны, которого он создал? Он сказал, на этом я закончу. В 54 главе книги Исаии там сказано, «Вот я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне». Знаете, что говорит Бог? «Я справлюсь с дьяволом. Я его создал, и могу с ним справиться». Мы говорили об этом в прошлый вечер, и я заканчиваю. Когда изобилует грех, это не значит, о чем шла речь вчера вечером. «Благодать не равна прощению». Изобилует грех, и поэтому изобилует и благодать для прощения греха. Но речь не об этом. Слово «благодать» не значит прощение. Слово «благодать» значит помазание. Благодать равна наделению силой. Вот что имеется в виду. Когда изобилует грех, сила, наделяющая способностью, изобилует больше, чем грех. Иначе говоря, именно через это проходил Павел, когда он сказал, что ангел сатаны был жалом в его плоти. А Иисус сказал, «Моей благодати достаточно для тебя». Иначе говоря, у греха никогда не бывает силы больше, чем у благодати. Ваша благодать всегда будет сильнее вашего греха. Грех попытается остановить течение благодати, но благодать остановит грех. Вот что это значит. Вот что это значит. Что когда изобилует грех, и вы обнаруживаете, что вы порабощены тем и тем, позвольте благодати проявиться и остановить грех. Она изобилует гораздо больше, знаете что? Заберите у меня микрофон. Я не могу замолчать. Я все равно буду проповедовать. Я, кажется, заканчиваю уже в десятый раз. И не могу, потому что каждый раз, когда я думаю о силе Божьей благодати и о том, что доступно мне в моем духе, я прихожу к выводу, что ни в каком случае, ни в каком случае я не потерплю поражение благодаря благодати, которая была вложена внутрь меня. Я не потерплю поражение. Я не буду оставаться в нужде благодаря этой благодати. Я не буду оставаться банкротом благодаря этой благодати. Я не буду оставаться больным благодаря этой благодати. Я не буду жить в посредственности благодаря этой благодати. И единственное, что мне надо делать, — обновлять свой ум. Знаете, что говорит Писание? «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?» Вот что говорит Бог. «Приведи свой ум, согласие со мной».